Судьба подарила Фаине Георгиевне дружбу с великим драматическим актером Василием Ивановичем Качаловым, а их знакомство произошло при весьма нелепых обстоятельствах. Со слов Фаины Георгиевны, в ее молодости, пришедшейся на конец 19 века, среди сентиментальных барышень в моде были обмороки. Ей очень нравилось падать в обморок, к тому же она никогда не расшибалась, стараясь падать грациозно. Конечно, с годами это увлечение прошло, но один из обмороков, по словам Раневской, принес ей счастье большое и долгое. В тот день она шла по Столешникову переулку, разглядывая витрины роскошных магазинов, и рядом с собой услышала голос человека, в которого была влюблена до одурения. Она собирала его фотографии, писала ему письма, никогда их не отправляя, поджидала у ворот его дома. Услышав его голос, она упала в обморок, но на сей раз неудачно, сильно расшиблась. Фаину приволокли в кондитерскую рядом, она и теперь, кстати, существует на том же месте, а тогда принадлежала француженке с французом. Сердобольные супруги влили Раневской в рот крепчайший ром, от которого Фаина сразу пришла в себя, и тут снова упала в обморок, так как дивный голос прозвучал вновь, справляясь, не очень ли она расшиблась. Прошло несколько лет. Фаина уже была начинающей актрисой, служила в провинциальных театрах, а по окончании сезона приезжала в Москву. Пугали длинные очереди за билетами в художественный театр. Девушка расхрабрилась и написала письмо возлюбленному. «Пишет вам та, которая в Столешниковом переулке, однажды услышав ваш голос, упала в обморок. Я уже довольно известная актриса, но приехала в Москву с единственной целью попасть в театр, когда вы будете играть. Другой цели в жизни у меня теперь нет и не будет». Письмо Раневская сочиняла несколько дней и ночей. Ответ пришел очень скоро. «Дорогая Фаина, пожалуйста, обратитесь к администратору, у которого на ваше имя два билета. Ваш В. Качалов». С этого вечера и до конца жизни великого актера длилась их дружба.